Всем привет дорогие друзья! В сегодняшнем видео я хочу показать вам целых 50 лайфхаков для телефона. Я объединил все те лайфхаки, которые у нас выходили за последнее время в одно видео, чтобы вам было удобно смотреть, а также добавил новые. Если вы хотите, чтобы лайфхаки для телефона и дальше выходили на канале, давайте наберем 6000 лайков и тогда выйдет новая часть. Приятного просмотра. Пользуйтесь различными приложениями, чтобы придать вашим снимкам интересные эффекты. Например, приложение Roll World сможет сделать из вашей фотографии миниатюру земного шара. Что делать? Скачайте приложение и загрузите туда заранее сделанную панораму или другую интересную фотографию. Поэкспериментируйте с настройками и вы получите уникальный фантастический снимок. Функция HDR совмещает несколько разных по яркости снимков в один. Из-за этого фотографии получаются более яркими, объемными и насыщенными. Что делать? Откройте камеру, включите функцию HDR и сделайте снимок. Совет. Фотографии, снятые в этом режиме, занимают больше места в памяти смартфона. Поэтому используйте эту функцию в особых случаях. Например, если хотите запечатлеть закат, зелень деревьев или красивые цветы. Зачастую после долгого времяпрепровождения за телефоном ваши глаза начинают уставать. И насколько мы все знаем, сохранять хорошее зрение очень важно, ведь это может дать плохие последствия в будущем. Так вот, как сделать так, чтобы ваши глаза не уставали смотреть в экран по несколько часов? Все очень просто, вам нужно включить режим чтения. Этот режим как раз таки предназначен для людей, которые любят почитать книжку на телефоне. А вы же его можете включить просто, чтобы глаза меньше уставали. И чтобы это сделать, можно открыть окно уведомлений и найти его тут. Но может быть и такое, что его там не окажется. Тогда заходим в настройки, ищем раздел «Экран» и здесь находим режим чтения. Нажимаем на него и уже настраиваем так, как вам будет удобно. Да, сначала будет непривычно, но спустя несколько дней активного пользования телефоном в таком режиме вы почувствуете разницу. Просто выключите этот режим через пару дней использования и вам больше никогда не захочется его выключать. Проверено на личном опыте. А с вами было такое, что разбудить вас нельзя даже танком. Никакие будильники не помогают, потому что вы их просто не слышите. Эту проблему решить очень просто обычной блютуз-колонкой. Все, что нам нужно сделать, это подключить колонку к вашему телефону. Затем включить максимальную громкость и поставить самую раздражающую мелодию. Также не забывайте ставить колонку как можно дальше от кровати, чтобы в момент, когда она заиграла, вы не выключили ее на автомате и не завалили спать дальше. Также не очень рекомендую использовать этот лайфхак, если у вас тонкие стены, и вы уверены, что будильник услышат соседи. Боюсь, с такой громкостью вы их также разбудите. Хотя кто знает, может они вам еще благодарны будут. А знаете этот мировой тренд на фотографии, где молодые блогеры и артисты выглядят пожилыми? Так вот, возможно, кто-то еще не знал, как можно с легкостью сделать себя на фото старым или даже с бородой. Вам всего лишь нужно скачать приложение FaceApp. Это никакая не реклама, потому что приложение очень известное, что его знают даже самые популярные западные артисты. Так вот, запускаем приложение, делаем фотографию себя и дальше уже играемся с доступным функционалом. Тут уже все интуитивно понятно. Думаю, вы с этим сами разберетесь. С помощью этой программы вас точно получится удивить своих друзей и поддержать мировой тренд на пожилые фотографии. Если вы хотите сделать какую-то необычную фотографию для своего Инстаграм, но у вас уже кончились идеи, вот вам еще одна. Как вы знаете, в каждом современном телефоне есть выдержка. Другими словами, ISO. То есть вы можете ставить значение этой функции на максимум и делать очень необычные фотографии. Как же это сделать? Просто нажимаете на затвор и человек, которого вы фотографируете, делает какие-то движения. В итоге получаются вот такие фотографии, которые точно удивят ваших друзей. Этот лайфхак работает на Xiaomi и, возможно, на других моделях. Это нужно проверять, поэтому если то, что я сейчас расскажу, у вас работает, напишите об этом в комментариях. Думаю, обладателям других марк телефонов это будет полезно. А теперь давайте перейдем к лайфхаку. Что делать, если телефон достаточно быстро разряжается? Даже тогда, когда у вас в телефоне стоит хорошая батарея. Скорее всего, проблема в том, что какая-то программа или функция просто съедает ваш заряд. И вот как раз о такой функции я и расскажу. Называется она «Поиск устройства» и находится в Mi Cloud. Эта функция забирает очень много заряда батареи, от чего телефон быстро садится. Но вы скажете, зачем отключать эту функцию? Ведь она поможет в случае потери телефона. Но в случае потери телефона вы можете его отыскать по гугл-картам. Главное, чтобы настройки там были у вас в порядке. Поэтому пользуйтесь, и если на каком-то из других телефонов эта функция работает, пишите в комментариях. Другим пользователям будет полезно. Если вы спортсмен, то с собой на пробежку вы берете лишь телефон и наушники. Ведь так? Телефоны сейчас берут даже в самые неподходящие для них ситуации. И пробежка с утра – один из тех вариантов. Но кроме телефона больше ничего не возьмешь, скажете вы. И тут вы ошибаетесь, ведь с телефоном можно взять и банковскую карту. Просто положите ее между чехлом и телефоном. Теперь у вас всегда будет под рукой банковская карта, которая как-нибудь спасет вас от непредвиденного обстоятельства, которое предусматривает трату денег. Наверное, каждый из нас сталкивался с небезлимитным интернетом, который порой сильно портил нам жизнь тем, что не в самый подходящий момент заканчивался. Вы были просто к этому не готовы. Так вот, существует специальная функция даже на самых старых смартфонах, которая называется что-то вроде ограничения трафика, и с помощью которой можно поставить ограничения на трафик. Вы не сможете превысить тот лимит, который установите у себя на телефоне, потому что вам придет уведомление, и вы уже заранее будете знать, что у вас осталось совсем немного трафика и надо бы пополнить баланс телефона. Меня эта функция не раз спасала в самых разных ситуациях. Использование помощников в смартфонах стало неотъемлемой частью использования самого смартфона. Но многие из нас не используют эту функцию, потому что в нее сложно попасть. Сейчас я вам расскажу, как настроить голосовой помощник, чтобы он включался при недолгом зажатии кнопки включения и выключения. Для этого заходим в настройки, далее заходим в раздел кнопки и жесты, и тут запускаем самую последнюю функцию, которая называется «Запуск ассистента Google с помощью кнопки питания». Теперь вы с легкостью сможете запустить ассистента, даже если на голос он не реагирует, что бывает очень даже часто. Вы часто ходите в больницу и сдаете свои вещи в гардероб. Кстати, такие гардеробные есть и у некоторых в школах. Так что и для вас, дорогие школьники, этот лайфхак также будет полезен. Итак, если вы часто сдаете одежду в гардеробную, где в обмен вам дают номер, а затем этот номер вы успешно теряете, используйте этот лайфхак. Просто сфотографируйте номерок на ваш телефон, при этом сделайте это демонстративно, тем самым вы предупредите дежурного по гардеробу о том, что вы сделали фото. И в случае утраты номерка вы сможете спокойно продемонстрировать его дежурному, который без лишних вопросов отдаст вам вашу вещь. Такой лайфхак с фотографированием чего-либо можно использовать не только в гардеробных. Также вы можете фотографировать, например, свою сыпь, которую в будущем сможете показать своему дерматологу. Потому что бывает такое, что когда у вас вылезла какая-то сыпь, и вы решили пойти на следующий день к врачу, сыпь резко пропадает, и вы уже не сможете узнать, что это за сыпь и что вообще с ней делать. А когда вы ее фотографируете, вы все равно сможете сходить к врачу и проконсультироваться. Большая часть времени, а если быть точнее, то 80% всего времени средний палец у левшей и большой палец у правшей находятся на кнопке питания. Этим можно воспользоваться и сделать так, чтобы нажимая на эту кнопку вызов завершался. Для этого нам нужно зайти в настройки горячих кнопок и поставить соответствующую кнопку на соответствующее действие. Это полезно, когда вы отвлечены каким-нибудь очень важным делом, например, просмотров сериала. Тогда нажав на эту кнопку, вы намного быстрее будете сбрасывать звонок и не сможете пропустить несколько секунд любимого сериала. Если при разговоре в чате с человеком вам не хочется записывать голосовое сообщение, но писать текст вы тоже не можете, потому что вы идете по улице и печатать вам неудобно, для этого создатели телефонных клавиатур придумали очень классную фишку, которая называется воспроизведение текста голосом. Это значит, что вы можете нажать на вот эту кнопочку, и ваше голосовое сообщение начнет записывать Google помощник, который потом всю вашу речь перекодирует в текст. Здесь важно говорить очень четко, потому что фишка еще не в самой идеальной форме, и могут быть небольшие неточности в раскодировке вашего голоса. А вот лайфхак для обладателя линейки смартфонов Xiaomi. В последних версиях MIUI появилась такая фишка, как экстренная помощь. Ее суть заключается в том, что если вы не можете позвонить в службу спасения в экстренной ситуации, но при этом ваш телефон находится достаточно близко от вас, вы можете нажать пять раз на кнопку включения смартфона. Эта комбинация запустит режим SOS, и ваш телефон подаст сигнал контакту, которого вы добавили заранее в список тех, кому этот сигнал будет подаваться. Этому человеку придет СМС-сообщение, в котором будет сказано, что вам нужна помощь, а также в сообщении будет ссылка, где будут указаны ваши координаты, по которым вас смогут найти. Для исправной работы этого режима лучше всего держать GPS включенным. Не обязательно всегда, хотя бы тогда, когда вы думаете, что вам скоро может понадобиться помощь. Согласитесь, фишка очень полезная. У каждого из нас время от времени заполняется галерея, зайдя в которую можно увидеть тысячи, а то и десятки тысяч старых фотографий, которые вам давно уже не нужны. Думаю, их нужно удалить. Но погодите, не будем же мы их по одной удалять. А что если все-таки некоторые фотографии вам еще понадобятся? Тогда фишка с удалением всех фотографий сразу тоже не прокатит. И именно в этот момент на помощь приходит одна полезная хитрость, о которой мало кто знает. Просто зажмите палец на одной из фотографий и введите по остальным, которые необходимо удалить. Полезность в том, что вам не придется делать каждый раз тап, когда нужно выбрать 10 или 20 ненужных фотографий из десятка тысяч. Вы можете сразу провести пальцем по всем 20 и тем самым ускорить процесс. А знаете ли вы, что в смартфон можно установить лишь 5 отпечатков пальца для разблокировки устройства? То есть это получается всего 5 пальцев. Но что если вам нужно больше? Бывают разные ситуации, когда почти все пальцы грязные и лишь какой-нибудь мизинец остался нетронутым. Им можно было бы разблокировать гаджет, но у вас на него не стоит отпечаток. Приходится вытирать руки и процесс затягивается надолго. Что же делать, чтобы можно было поставить все 20 пальцев? Все элементарно просто. Для начала удалите все старые отпечатки. Затем, когда будете создавать новый, вам предложат приложить палец к устройству несколько раз. Вы же в свою очередь прикладываете каждый палец одной руки по одному разу, пока вам не напишут, что отпечаток успешно добавлен. То же самое сделайте и со второй рукой. Как видите, вы затратили всего 2 места, а поставили 20 разных отпечатков. Теперь вам не придется вытирать руки, когда только мизинец оказался чистым. Попробуйте, это работает. Кроме того, что играть в игры и сидеть в соцсетях, на телефоне можно зарабатывать. Для начала переходим по ссылке. Проходим простую регистрацию и устанавливаем приложение на телефон или компьютер, а лучше на все сразу. Если вы хотите зарабатывать с компьютера, просто оставьте работать приложение в режиме. Вам будет показываться реклама, за просмотр которой вы будете получать деньги. Если же хотите зарабатывать с телефона, то нужно нажимать на данное оповещение, смотреть рекламу и также получать деньги. Кстати, после регистрации можно будет получить бонус в виде 5 долларов. Если хотите зарабатывать больше, то просто приглашайте своих друзей по реферальной ссылке. Заставь свой телефон работать на себя. Ссылка в описании. Многие из нас используют смартфон для того, чтобы сделать фотографию в Инстаграм или еще куда-то. А замечали ли вы, что качество от стандартной камеры значительно хуже, чем качество от фотографии, сделанной из приложения того же Инстаграма? Такое случается, потому что разработчики зачастую уделяют больше внимания начинке устройства, чем программному обеспечению, что значительно урезает качество картинки. И в итоге весь потенциал камеры не используется по максимуму. Чтобы этого избежать и делать максимально качественные и улетные снимки, скачайте приложение Google Camera. Это приложение по своему программному обеспечению ничуть не уступает Инстаграму. И оно также позволит вам делать снимки в разы качественнее стандартного приложения. Для примера я даже оставлю вам вот эти две фотографии. Слева – стандартное приложение, справа – приложение Google Camera. Как вы видите, разница есть. А этот лайфхак уже был на канале раньше. Но он слишком крутой, и думаю, для тех, кто еще не видел его, можно показать. Возьмите два смартфона. На одном включите голубую картинку, а на втором – фиолетовую. Также не забудьте сделать яркость на максимум на двух устройствах, чтобы света со смартфонов было как можно больше. Дальше вам нужно выключить свет в комнате, направить на себя два смартфона и заставить вашего оператора делать вот такие крутые снимки. Всегда бывают ситуации, когда вы открыли большую статью в браузере, чтобы почитать ее немного позже. Но оказавшись за городом или в какой-нибудь глуши в поездке, вы замечаете, что ваш интернет пропал. Заходите в браузер, а статья не загружается. Потому что браузеры, особенно Google Chrome, любят перезагружать страницу еще раз, что может стать фатальным, когда у вас нет интернета и нечем больше заняться, а статью почитать хочется. Так вот, чтобы такого больше не происходило, вам заранее нужно будет скачать ее, нажав на вот этот значок загрузки. А для того, чтобы статью было удобно смотреть, можете сохранить ее в PDF-формате и открыть в своей читалке. Для этого нам нужно нажать на кнопку печати и здесь выбрать пункт для сохранения страницы в формате PDF. В настройках в пункте «Специальные возможности» есть весьма интересная возможность в виде изменения масштаба. После активации соответствующего пункта «Жесты для увеличения» при тройном тапе информация на дисплее может быть увеличена или уменьшена. Работает вне зависимости от того, в каком приложении вы находитесь. Если вы придумали какое-то интересное данной фишки, напишите об этом в комментариях, будет интересно почитать. В последних моделях линейки Xiaomi на последней версии системы наконец-то появилась полноценная темная тема, которую можно запустить без скачивания каких-то дополнительных тем. Заходим в настройки, а затем в пункт «Экран» и тут включаем темный режим. Если у вас такой темы нет, обновите систему. А если у вас другой телефон и даже темы поставить на него нельзя, зайдите в специальные возможности и найдите пункт «Инверсия цветов». Это что-то очень похожее на темную тему, хотя местами и будет работать не совсем верно. Например, время достаточно трудно разглядеть, если у вас будут стоять темные обои на рабочем столе. Знаете ли вы, что такое липофильность? Если нет, то сейчас я вам расскажу. Липофильность – это свойство, благодаря которому на гаджетах менее заметны жирные следы от пальцев. А поскольку все мы любим во время просмотра ютубчика покушать, наши пальцы быстро пачкают телефон. С этой проблемой сталкивается каждый в той или иной степени. Экраны самых последних моделей смартфонов уже обладают эффектом липофильности. Также в магазинах уже продаются защитные стекла с липофильным покрытием. Но такого эффекта можно легко достичь в домашних условиях. И сейчас я вам покажу, как это сделать. Берем обычную пену для бритья. Нам нужно совсем немного. Наносим ее на экран вашего смартфона. И хорошенько растираем ее с помощью тряпочки, желательно микрофибры, чтобы на экране совсем ничего не осталось и можно было увидеть свое отражение. Для безопасного просиживания штанов в социальных сетях очень важно менять пароль своего профиля хотя бы раз в три месяца. Но также немаловажно делать сложные пароли, чтобы их было сложнее взломать. Для этого можно воспользоваться специальными генераторами паролей. Таких в интернете огромное множество. Но если вам лень искать такой генератор, да и запоминать сложно такую пароль, можно воспользоваться этим лайфхаком. Как вы знаете, есть такие буквы, как I и L. Если первую написать большой, а вторую маленькой, получается один и тот же символ. Хотя на самом же деле это абсолютно разные символы, которые очень сложно отличить друг от друга. Поэтому вы можете их использовать, когда создаете новый пароль. Используйте несколько таких символов в разных частях пароля, меняя и комбинируя их разными способами. Тогда никто никогда не сможет ввести ваш пароль, даже если увидит его. Вот какой пароль получился у меня. И как вы думаете, где здесь буква L, а где буква I? Вот и я не знаю, поэтому также важно потом не забыть свой же пароль. Настолько он надежный. А вот вам очень простой лайфхак, с помощью которого вы сможете с легкостью быстро удалять нужные вам слова. Как вы знаете, обычный способ – это нужно зажать вот этот крестик, тогда у вас будет удаляться по одной букве одного слова. Можно также зажать слово, оно выделится, и после этого его можно будет удалить. Но можно сделать все намного проще. Чтобы выделить нужное количество букв или слов намного быстрее, чем это предлагает стандартный набор функций, нужно зажать крестик и потянуть в левую часть. Тем самым начать то самое удобное выделение. Как только я узнал об этом методе выделения, я стал пользоваться только им. И вам рекомендую. Наушники можно использовать не только для прослушивания музыки, но также и в качестве гарнитуры во время разговоров. Когда вы идёте по городу, слушаете музыку и вам кто-то звонит, можно нажать на центральную кнопку и тем самым быстро ответить на звонок, не доставая телефон с кармана. Это для тех, кто не знал об этой функции. Сам лайфхак заключается в том, чтобы использовать наушники в качестве селфи-палки. И чтобы это сделать, вам необходимо открыть камеру, воткнуть наушник в разъём и нажать на кнопку громкости плюс. Тем самым вы сделаете фотографию. Иногда намного удобнее использовать эту фишку, нежели пытаться как-то дотянуться до затвора на экране смартфона. Пользуйтесь! А вот вам ещё один лайфхак для того, чтобы делать качественные фотографии. Как вы знаете, профессиональные фотографы используют специализированное оборудование, которое мало того, что дорогое, так ещё и супернеудобное. Например, они используют огромные светоотражатели, которые помогают, когда на улице яркая погода. Из-за чего под глазами модели образуются тени, которые хоть и можно в будущем убрать в фотошопе, но эффект будет уже совсем не тот. Именно для этой ситуации фотографы используют такое оборудование. Теперь я покажу вам, как сделать такое оборудование, во-первых, из подручных материалов, а во-вторых, намного мобильнее. И для этого нам понадобится обычная фольга или белый лист бумаги, в зависимости от того, что у вас есть. Итак, берём, например, фольгу, разворачиваем её, тем самым отражая всё солнце равномерно. И, как вы видите, фотография становится намного лучше. И последний лайфхак для мобильных фотографов. Заключается он в том, чтобы включить специальную сетку, которая виртуально отделит область предварительного просмотра на 9 квадратов. Такая сетка хорошо помогает тем, что так фотографии получаются намного ровнее, потому что объект фотографии теперь можно поместить ровно в центр, потому что не придётся во время обработки ровнять, вырезать что-то лишнее, отчего, как вы знаете, теряется качество самой фотографии. А используя этот лайфхак, вам не придётся ничего обрезать. Покажу, как включить сетку на телефоне Xiaomi Redmi 7. Если у вас другой телефон, настройки могут немного отличаться, но приблизительно всё у всех одинаково. Итак, открываем камеру, далее нажимаем на эти три полоски и находим здесь шестерёнку. Мы попали в настройки камеры. Здесь ищем такую функцию, как линия сетки, и включаем её. Как вы видите, у нас появились 9 квадратов, которые и будут помогать вам делать ровные, красивые фотографии. Часто бывает такое, что заряда батареи начинает не хватать на телефоне, потому он выключается, а вам, например, нужно срочно отправить сообщение. Есть один секретный, я бы даже сказал супер-секретный способ, как продлить жизнь батареи, чтобы она разряжалась как можно медленнее, и вы успели сделать все необходимые дела, прежде чем телефон выключится. Итак, для этого, во-первых, нам нужно включить режим энергосбережения, так вы уже сэкономите кучу заряда. Во-вторых, ставим яркость на минимум. И в-третьих, это тот самый хитрый способ. Для начала заходим в настройки, далее ищем здесь или режим разработчика сразу же, или же расширенные настройки, а уже потом режим разработчика. Все зависит от вашей модели телефона. Как только вы попали сюда, нам необходимо найти функцию, которая называется имитация аномалии. Нажимая сюда, можно выбрать несколько вариантов. Вы можете поиграться ради интереса и посмотреть, как это влияет на цвета вашего телефона. Но нам нужен режим монохроматизма. Это самый первый режим. После его включения ваш телефон будет черно-белым. То есть он не будет отображать цвета, отчего будет тратиться меньше энергии батареи. А значит, у вас будет больше времени для того, чтобы отправить все нужные сообщения и спокойно завершить все незавершенные дела. Обычно для масштабирования карт используется двухпальцевый жест. Но также делать это можно и иным способом. Нужно дважды тапнуть по экрану и после второго касания не отрывать палец, а провести им вверх или вниз для отдаления или приближения. Бывает так, что текст уже написан и нужно сменить регистр отдельных букв или целых слов. В Android на этот счет есть свой секрет. Чтобы изменить регистр букв или сделать так, чтобы в уже введенном сообщении слова или предложения начинались за главной, достаточно выделить сообщение и нажимать кнопку Shift один или несколько раз до получения нужного результата. На этом всё. Большое спасибо за просмотр. Напоминаю, что если мы набираем 5000 лайков на этом видео, я сразу же начинаю собирать лайфхаки на следующую часть. И обещаю, что она будет не менее крутой. Поэтому ставьте лайк, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать выход новых роликов. Также в комментариях можете написать марку своего телефона, будет интересно почитать. Всем пока!